Друзья, у нас такой рецептик сегодня, вот этот самый феннел, я честно сказать не знаю как по-русски, я может быть найду тогда потом скажу, вот самый феннел, от него по отрезали вот эту ботву, пахнет очень симпатично, а сказать, ну-ка я понюхаю его, а он и сам пахнет очень-очень ароматично, вот как будто специи какие-то, вот этот самый феннел, и сейчас мы начнем его готовить к тому, чтобы запекать, режет его так пополам вдоль, значит в словаре говорят, что по-русски это феннел или сладкий укроп, честно скажу, никогда слова феннел не слышал, я слышала, только не знала, что это такое, это феннел, вот так этот феннел выглядит ножичком, я тут видите пытаюсь показать, как все это режет, корешки, такие уже нюансы, так ведь потом они сказали нарезать мель, я бы нарезала кубиками его маленькие, они говорят, не кубиками, они сказали резать по пол-инча, Света, то есть это сантиметра там, ну хотя бы полтора-два там между ними, кубиками, да, кубиками, давай, как же пахнет, вы не понимаете, какой запах у него, он действительно как специи пахнет, может быть поэтому он укроп, как бы укроп тоже же специя, значит мы его будем запекать, с чем Света? Ну я не знаю, ты будешь читать по мере того, как ты будешь читать рецепт, да, мы первый раз делаем, друзья, первый раз делаем, просто мы читаем рецепт, много рецептов, сами знаете, сейчас время такое, только спроси, что с феннелем делать, а потом они сказали посолить и поперчить его, да? Посолить и поперчить, сказали, да, и с маслом перемешать, с маслом перемешать, они сказали, что нужно на две головки, от этого сладкого укропа, нужно одну столовую ложку оливкового масла, конечно, Света, мы не будем следовать рецепту, какой-то нормальный человек, читая рецепт, собирается ему следовать, да, сейчас мы сюда нальем масло, по сутку, так, по сутку идет масло, у нас есть маслица, у нас оно органическое, экстра-верджин, так что, это тоже органическое, экстра-девственное, это тоже органическое, то есть сказать, будет ли это столовая ложка или нет, мы не можем, будет, я думаю, что, пусть не говорят, что евреи жадные, льем и льем, так, хорошо, теперь надо с этим как-то перемешать, а что они еще сказали вот в первом рецепте, где с сыром, что с этим потом делать? С этим рецептом? Вот там сейчас я перемешаю ложкой это все, они там что-то сказали, какую-то нормальную цель добавить, но я не помню, мы сейчас сыром не занимаемся, как мы не занимаемся, может, это надо поставить, запитаться сыром, так, понимаешь, что ты сейчас собираешься, перемешать, так, давай ты перемешивай, а я пойду про сыр читаю, мы успели сделать, соль какая была у нас, розовая, покажи соль, значит, у нас соль гималайская, она, ну, здесь написано сезон, она пересыпана сюда, она пересыпана, да, не смотрите на ярлычок, смотрите вот на цвет, это гималайская такая красная соль, она не такая солесодержащая, как обычная соль, перцем посыпали и теперь надо сыр, но у меня с пармежана нет, поэтому мы его сейчас поставим запекаться, а там за 10 минут до конца мы посыпаем обычным сыром, отлично, духовку велено прогреть, вот если вы видите, там красненькая, это вот там красненькая там внутри, до 425, вообще разные рецепты расходятся, одни говорят 375, другие говорят 425 по фаренгейту, кому надо в сельсии пересчитает и в общем подогреть, а потом уже вот туда это все и говорят, что должно занять минут 25-30, некоторые говорят 40, так что, да, и сказали еще, что нужно будет в середине перевернуть, перетасовать, перетасовать, давайте мы положим в духовочку, ой, прямо я чувствую, как там горит, хоть мы и на расстоянии, ба-бах, все, и ставим 45 минут, да, ты знаешь, что через, в середине нужно его будет перетасовать, да, вот мы через там минут 15, да, нет, уже 35 минут прошло, ой-ой-ой, высыпали, вытащили, а что там, это, забыли про него, что ли, нет, мы не забыли, я просто смотрела, мне уже сыром 15 минут, он еще готов, он еще не мягкий, так вот чуть-чуть, то есть оно действительно, ты венечки попробовала, да? ну, оно же, оно вот сейчас 15 минут, оно сыром запечется, будет мягкое, ну, так оно изначально в сыром виде очень, очень, очень жесткое, да, оно сейчас еще, нет, оно вообще совсем твердое, да, да, есть, есть, я вижу, просто какие-то, нет, оно все твердое, все твердое, ну, хорошо, посыпали сырочкой и сейчас ставим обратно в печку, да, правильно, да, да, я вот думаю, интересно посыпать сыром, перемешать с этим сыром, а потом сверху посыпать, чтобы оно, как бы, как-то, видишь, оно начинает гореть немножко, когда получится, типа, такой, стеканки, оно, кстати, сыром начнет быстрее готовиться, потому что все-таки жиром, так, жир на пользу овощам, все, да, или еще? Ну, сейчас посыплю сверху, чтобы была курочка, так, то есть, не много его там получил, ну, 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 оно дало усадку какую-то? Конечно, ну, воды же мне много, ну, да, да, все, посыплюсь, отправляемся обратно в духовку, сколько мы там еще пробудем? Я думаю, минут 15, как минимум, а то еще может быть больше, ну, мы поставим на 15, дальше будем смотреть, все, оно жесткое будет, ну, что же, вот, мы достаем, в общей сложности прошло 45 минут, как мы поставили это дело в духовку, но нет еще уверенности, что готово, правда? Нет, готово, готово, а ты как-то, как ты видишь? А я ножичком попробую, уже, оно, нахуй, то есть, ты, как бы, до туго, как я с камерой тут. Давай, ну, вот этим поставим, вот сверху. Да, это зеленюшки от его, можно сказать, росточков, которые там к нему присобачены были, да, то есть, там, это головка сама, она с большим количеством зелени. Ну, это практически как его собственная укропа. Вот она, как укропа выглядит, да, и она, на самом деле, очень ароматная, эта часть. Вот, света сейчас посыпаю, я прям чувствую, пошел в запашок от нее. Ну, хочешь попробовать? Ну, так горячее же, как попробовать? Очень горячее, ну, подушь. Ну, давай, может, дадим ей оспить немножко, ну, что ж так, сразу? Так, мне кажется, она как-то присохла там. Ну, пока готовилась, давай ее переложим? Погде за сыр, как раз. Ну, давай переложим, да. Друзья, как говорит, Света спылу с жару, она мне предлагает это попробовать. Давай, ты будешь меня тогда снимать, теперь. Он теперь держишь, чтобы не уронить? Так, давай, я держу вилку, я держу вилку, а ты держишь камеру. Света, ты меня видишь? А то. Так, снимай так, чтобы у меня сверху место какое-то было, а не пол лица. Хорошо? Ну, постараюсь. Друзья, для вас дегустирую. Подуй, подуй только. Незнакомую вещь. Подуй. На что похоже? Да, обалденная вещь. На что похоже? Ой, очень темно против окна. Ты знаешь, против окна сказать, на что похоже, я не могу. Да, но оно очень вкусное, и я бы сказал, что вкус у него больше идет от сыра, и там еще поджаренность такая, и так далее. Но от самого этого овоща идет очень хороший аромат, такой приятный. Он похож на лук жареный? Нет, нет, нет. Вот и на картошку не похож. Он очень приятный консистенции. Ну ладно, держи тогда камеру, а я бы смогу. А ты давай попробуй. Вот меня снимать не надо. Тебя мы тебя не снимаем. Ты вот давай. Пробуй, что тут есть. Может быть, ты такая умная, а ты скажешь, на что похоже. Так, возьми любой кусочек. Любой. Раз. Ну что, не будем тебя снимать? Нет. Нет? Нет, давай, пробуй. А он не горячий. Он горячий. Да, ну попробуй. Пробуй. Так. Вот скажите теперь, на что похоже. Ну вкусно. Ну все удобно. Это можно есть. Я даже думал сначала над курочки кусочек, вот как ты советовала, потом я думал, оно без курочки изумительно пойдет само по себе. Потому что сыр мог. Да, вот сыр чувствуется. Он вкусно достаточно. Вот так, друзья. В общем, рекомендую, как он, фенхель. Вот. Или по-простому, вот, сладкий укроп. Счастливо. Бон аппетит.